Вы просто поняли, я не знаю, обиделись, разочаровались. Мало ли, что какие причины у каждого вы ушли. Но тем не менее, я хочу вам сказать. Вот мы сейчас с вами поговорили о том, каким должен быть Краснодарский городской совет, о том, что вы видите, как вы видите. Мы не всех проблем коснулись, их очень много, времени не хватает. Но если 14 числа на конференции, 14 июля, вас изберут, вы всё-таки дадите согласие баллотироваться по партии «Гражданская платформа». И если вас изберут, войти в состав Красноярского городского совета. Нет, ну я уже это дал. Если никаких таких по пути не будет препятствий, потому что я человек свободный от всего. Я не был ни членом ни одной партии, кроме КПСС. И поэтому я ни перед кем обязательств не имею сейчас. И если меня наймут жители Красноярского края... Хорошее слово «наймут». А я считаю, что депутат не слуга. Это госслужащий слуга. Не президент, говоришь, его наняли на работу. Меня здесь нанимают на работу, и наймут или нет, не знаю. И я требую при этом одно только требование. Если уж избрали, то уважайте, выслушивайте моё мнение. А не просто, так скажем, от него отмахиваться, что если меня как только изберут до любого, так он уже и с клеймом, с каким-то то вора, то жулика, то ещё чего-нибудь. Поэтому у вас такое клеймо никто не повесит, вы никогда ничего не выровали. Слава богу. Я как журналист, как села, который вас знает очень долгие годы, могу гарантию дать. Я не об этом хочу сказать. Понимаете, я ещё хотел задать вам один вопрос, который я, в принципе, задаю всем тем, с кем беседовать накануне предстоящих выборов Красноярский городской совет. Вот мы уже с вами касались проблему активности наших избирателей. А вот что сделать, чтобы её поднять? Вот знаете, ну мы уже все устали говорить о том, что день неудачи. Прежде всего надо назначать на 8 сентября. Ну уже сделано, поезд ушёл. А теперь я не знаю, как разбудить и кто... Состояние, да? Нет. Кому интересно, чтобы большинство не пришло... Это понятно, кому интересно. Вот. Кому-то это интересно. Мне это не нравится. Я не знаю, где встречаться с избирателями, если мне эта честь представится. Потому что все они на дачах. А если бы в Свердловском районе были бы дачи, где бы жили только свердловчане, где бы только обитали, я бы пошёл бы на эти дачи, поговорил бы с людьми. Вас знают прекрасно, да. Не, ну, должен вас разочаровать. Память людская... Очень скоротечная, я знаю. Очень скоротечная. Тем более, что я не герой, не совершал никаких... И героев забывает. Нет, героев-то не забывает. Не совершал сумасшедших подвигов там и так далее. Поэтому память, она скоротечная, и я на неё не очень надеюсь. Но... Что делать, чтобы повысить активность? Начну с того, с чего начал. Не назначать на восьмое. А сейчас мы уже в плену, так сказать, лета жаркого. И, похоже, уже по раскладу небесной канцелярии погода должна быть хорошей. Да, похоже, да, будет хорошей. Люди устанут от таких вот прохлады и будут, конечно, отдыхать. А потом отдыхать ладно, потом вам нужно собрать урожай. Конечно, конечно. И, тем не менее, Юрий Константинович, я благодарен вам за то, что вы нашли время, подъехали сюда. Да, я честно вам хочу сказать, я лично получил удовлетворение от беседы с вами. Потому что я вновь подчёркиваю то, с чего, в принципе, начал. Вы цельный человек, понимаете? Вы человек, который имеет свою точку зрения, имеет свои убеждения. И доказывает их, и отстаивает их. Я вот именно это хотел... Вы меня так хвалите, если всё это попадёт в это, так может вызвать отторжение, сказать, договорились два человека. Один другому проплатил, но я извиняюсь. Нет, нет, мы у нас утрунки здесь чистые, мы можем поднять. Нет, дело не в этом. Я это говорю, потому что, я ещё раз говорю, я знаю вас очень много лет. Очень много лет. И сначала состретились с эскаваторного завода. Прошли, по сути дела, от первого колышка и до последних корпусов, которые успели. Всё знаем, всё были, всё встречались, не спали ночами и так далее. Всё было. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что... Вот я показал таким, какой вы есть. Я думаю, было бы время, я бы показал вас немножко, вы ещё более глубже и так далее. Но вы такой, какой вы есть. И я хотел бы, чтобы наши телезрители это увидели. И 8 сентября, несмотря на неблагоприятность, течение обстоятельств, всё-таки нашли, ещё раз повторяю, 20, 30, 40 минут. Да, время прийти. И время прийти, да. Не так уж много-то времени вот в том отрезке жизни, который нам дала судьба и природа. Я благодарю вас и желаю вам успеха. Всего вам доброго. До встречи. Надеюсь, если вы дадите согласие, конференция утвердит, у нас будет ещё возможность встретиться с вами, уже поговорить более конкретно и предметно. Я благодарю за внимание наших телезрителей. Я тоже надеюсь, что вы получили какое-то удовлетворение от встречи с таким человеком, как Юрий Константинович Абакумов. По крайней мере, вы поняли, что в Красноярский городской совет идут не одни болтуны, а идут люди за плечами, у которых огромный практический стаж работы. Люди, которые знают, как делать, что делать. И если они войдут в состав Красноярского городского совета, то кроме пользы, откровенно говоря, ничего не будет. Так что думайте, соображайте, участвуйте в предстоящих выборах, голосуйте. А за кого? Это, как говорится, на вашей совести. Всего вам доброго. Берегите себя. И до встречи в эфире. Телеканал «Центр». Красноярск.